2 тысячи моряков и 24 тысячи рыбаков ежегодно гибнут во всем мире. Эти профессии признаны одними из опаснейших, наряду с летчиками и шахтерами. Об этом тяжелом и опасном труде сегодня разговор в студии Радио Лема. Главная тема беседы у журналиста Андрея Калачинского – пропавший краболовный сейнер «Восток». Мы все-таки очень редко вспоминаем об этих людях. В нашем городе, который раньше назывался городом и рыбаков, и моряков, мне кажется, мы должны об этом говорить чаще и больше. И сегодня у нас есть возможность, благодаря моим гостям, попытаться, если не разобраться, то понять или предположить, что случилось с этими людьми. Я погибло 20 человек, как это произошло и как это вообще происходит в море. Напомним, 25 января краболов «Восток» вместе с экипажем исчез у берегов Приморья в 90 километрах от залива Пассет. В половине пятого утра судно поступил сигнал бедствия, после «Восток» на связь выходить перестал. К войсково-спасательной операции приступили немедленно. Однако в предполагаемом районе крушения удалось найти лишь несколько спасательных жилетов и два пустых плота. В данном случае приняли сигнал от аварийного радиобоя. Автоматического? Автоматический. Арб-автоматический радиобой 406. Арб-406. Прияли сигнал с него. Это автоматическое устройство, которое при затоплении судна отсоединяется от корпуса судна. Гидростат разобщается, всплывает и подает сигнал на определенной частоте. Что на самом деле произошло с «Востока» мы уже никогда не узнаем, предполагает главный редактор новой газеты во Владивостоке Андрей Островский. Как это произошло с теплоходом «Тикси», когда 22 марта 1974 года в результате кораблекрушения погиб весь экипаж – 45 человек. Тогда весь Владивосток был в трауре. Спустя ровно полсуток, где-то в 5 часов вечера, я писал текст для московской газеты. 12 часов прошло. И я имел такую наглость и неосторожность, может быть, это цинично, профессия наша этому учит, написать о том, что поиски бессмысленны. Что шансов нет, потому что в случае опрокидывания там… Ну да, это ясно по ситуации. Любые фактические шансы. Если всплыл буй, означает там уже… И тем более, что в такой воде человек может выжить там в считанные минуты. Как предположили собеседники Андрея Калачинского, у Востока была необходимость прижаться к ближайшему берегу. Но возможность сделать этого Сейнер не смог по политическим причинам. Я хочу вот уточнить все-таки вот по Северной Корее. Мне эта тема, кажется, очень важной. Что в самом деле наши рыбаки, наши моряки и капитаны получают предостережение или у них как-то… Где это записано, что не приближаться к берегам Северной Кореи? Есть конвенция по морскому праву, она как раз регулирует режим морских пространств. И Корея взяла на себя вот такую… Каждая сторона устанавливает. Общая тема – это 12 миль. Все говорят, страны, что 12 миль – это есть территориальные воды, и туда заходить нельзя, поскольку в этих водах полностью суверенитет страны прибрежной. У Кореи это 50 миль. Одна из возможных причин происшествия с Востоком – сильное обледенение судна, из-за которого Краболов мог перевернуться. На Сахалине траур по 25 членам экипажа так и не объявлен. Они до сих пор считаются пропавшими без вести. Светлана Садовая, Василий Косилов. Новости на Восьмом.